Привет-привет! Сегодня мы сошьем вот такую красивую и простую сумку для карт с ремешком, пуговкой и петелькой. Карты в ней легко хранить и переносить. Сумка хорошо держит форму. Сначала покажу, как сделать схему выкройку, а после весь процесс пошива. Шьем? Вот так я хотел, чтобы сумка получилась. Рисунок я организовал равными трапециями из двух видов льняной ткани. Тут у нас петелька, пуговка и ремешок. Это три лоскутка льняной ткани, которые я решил использовать для лицевой стороны и для подкладки. Померим карты, ширину, длину, толщину колоды. Внесем эти размеры в нашу схему и добавим прибавки, надеясь пирог тканей на швы. Теперь раскроим трапеции. Сложим рисунок и начнем его собирать. Получилась длинная лента. Обработаем утюгом все швы. Возьмем синтепон. Положим на него получившуюся ленту. Возьмем безопасные булавки, скрепим. Обрежем синтепон с запасом. Выполним стежку. Я выполняю декоративным стежком, но можно и обычным. Обрежем лишний синтепон. Сложим пополам лицевой стороной внутрь. Выполним боковые швы. Я применяю шагающую лапку, так на лицевой стороне не будет складок. Подрежем уголки и вывернем. Сделаем мешочек из подкладочной ткани такого же размера. Выполним швы. В одном боковом шве необходимо оставить отверстие для выворачивания. Подготовим отрезки ткани шириной 4 см. У меня получилось 3 отрезка. Два из них соединил для ремешка. Сложим пополам и еще раз пополам. Выполним строчку в край. Из короткого отрезка выполним выстрочную петлю. Все детали для сборки готовы. Соединим петлю и основную деталь. Соединим ремешок и основную деталь. Ставим деталь в подкладочную и выполним строчку. Вывернем. Закроем отверстие. Ставим подкладку в сумку и выполним закрепляющий шов вдоль края. Наметим положение пуговки и пришьем пуговицу. Вот такая замечательная, красивая сумка для карт у нас получилась. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк. А если еще не подписались, то подпишитесь, пожалуйста. А также я вам советую посмотреть вот это видео. Спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok